Здравствуйте, это программа «Тема дня». Меня зовут Анастасия Шакирова. Скоро у школьников начнутся зимние каникулы. Самое время подвести итоги первого полугодия. Сегодня у нас в гостях начальник управления образования Гарифуллин Айдар Хакимьянович. Айдар Хакимьянович, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, уважаемые нижнекомцы. Первое полугодие. Каким оно для вас запомнилось? Какие достижения? В этом году мы начали с новшеств. Очень много было новшеств. В первую очередь это разговоры о важном. Каждую неделю, каждый понедельник в каждом классе у нас проходят классные часы воспитательной направленности. Конечно же, второе это каждую неделю в понедельник у нас дети поют гимны Республики Татарстан и Российской Федерации и поднимаются флаги или выносятся флаги Республики Татарстан и Российской Федерации. И, конечно же, в учебном плане у нас с этого года первые и пятые классы начали учиться по новым стандартам. Разговоры о важном. Это какие-то актуальные темы именно по месяцам? Чему посвящены? Да, там уже есть определенные рекомендованные темы. Например, в конце ноября у нас был посвящен как раз Дню Материи. Например, если смотреть последние разговоры о важном, это было посвящено Дню Новому Году, например. То есть это такие же обычные стандартные темы, которые близки к нам, но в то же время наши классные руководители могут воспользоваться, например, региональным компонентом, спецификой нашего города. Конечно, вот очень мы часто приглашаем наших знаменитостей, например, граждан и почетных граждан нашего города. И как раз классные руководители, исходя из этого, готовят классные часы. У нас же в этом году был объявлен год цифровизации в республике Татарстан. Система образования тоже активно в этом направлении работала. И благодаря тоже в республике была принята такая программа, что каждый месяц одна тема была посвящена цифровизации. И за каждым районом был закреплен определенное министерство, и даже замминистры приезжали каждый месяц, давали нам детям уроки по определенным темам. И, конечно же, наши руководители городские тоже в этом активно участвовали. И плюс хотел бы добавить, что благодаря поддержке президента республики Татарстан, наши учителя, более 700 ноутбуков получили. Именно это учительские ноутбуки, это тоже, мы считаем, очень хорошее вливание для того, чтобы улучшить работу наших учителей. Этот учебный год в Нижнекамске был ознаменован тем, что у нас открылось два больших новых учебных заведения. Это школа Адымнар и лицей номер 38. Немножечко об этом расскажите. Уже полгода, строились они в такие короткие сроки достаточно. Да, с участием президента республики Татарстан и Ментимер Шариповича Шаймеева мы открыли школу Адымнар на 1242 места. Это уже пятая школа. И это было действительно очень важным таким объектом для нас. Школа 38, лицей 38, инженерный лицей. Это было благодаря средствам Татнефти. Строил этот госжил фонд. Мы его открыли, получается, в 34 микрорайоне на 950 мест. Но там уже на сегодняшний день обучается 1400 детей. Действительно, потребность была в учебных заведениях, потому что особенно в новых микрорайонах у нас загруженность наших образовательных учреждений. И надеемся, что в новых современных школах наши дети получат хорошее образование и воспитание. А насколько вообще решилась загруженность в новых микрорайонах с строительством этих школ? Ну, проблема полностью не решилась, потому что у нас чуть более 2000 детей обучаются во второй смене. Потому что все-таки именно огромное количество детей в молодых микрорайонах. Именно вот в этих микрорайонах у нас как раз школы работают по две смены. В дальнейшем в планах в Нижнекамске строительство школ где? Пока все будет зависеть от ситуации. Об этом рано говорить. Есть проекты, мы над этим работаем совместно с правительством Республики Татарстан, совместно с Министерством образования и с полкомом города работаем. То есть пока рано об этом говорить. А Дымнар? Немножечко давайте вернемся к этой школе. Удивительный проект, уникальный. Насколько он себя уже сегодня оправдал? Потому что многим было туда страшно идти. Все-таки там такой языковой есть момент. Ну, школа на сегодняшний день, мы набрали туда такое количество детей, которые мы планировали. Потому что Адымнар мы закрепили за весь, не только микрорайон, а весь район. И очень много проектов они уже делали. И вот последний проект. Учащиеся совместно с учителями полностью сделали большой концерт в ДНТ, посвященный Новому году. И концерт был очень специфический. Там в основном было посвящено разным народам мира. То есть это все-таки полиингвальность. Они должны быть открыты. Дети должны изучать языки. То есть вот эта концепция там полностью реализуется. Адарий Кеменович, а как решался вопрос с кадрами? Если смотреть, как и во всех сферах, в системе образования тоже кадровый голод, можно сказать. И тем более этот год в связи с тем, что мы открыли две новые школы, действительно было тяжело с кадрами. Но благодаря нашему педагогическому колледжу, благодаря вузам, которые рядом у нас находятся, это на береже Челнинский педагогический и Елабужский педагогический, мы привлекли чуть более 80 молодых специалистов в район. Плюс еще мы привлекали и опытных педагогов. То есть, например, из разных районов, даже из Казани к нам приехали педагоги. То есть мы, по сути дела, почти закрыли полностью вопрос. Но есть, конечно, ставки, которые у нас действительно на сегодняшний день требуются педагоги. Но пока за счет перераспределения часов мы этот вопрос пока закрываем. Здесь хотел бы еще отметить, что, например, даже при открытии 38-го лицея, благодаря помощи ТАНЭКа от нефти, нам были выделены квартиры для педагогов. И вот, по последним данным, 11 педагогов мы привлекли, и они живут в этих квартирах и работают в 38-м лицее. Это молодые специалисты? И молодые, и с опытом. Я знаю, что в Нижнекамске давно существует школа молодых специалистов. Вот немножко об этом расскажите. Как она курируется? Да, у нас существует среда для среды, то есть это две программы для работы с кадрами. Это среда для среды, это в основном мы готовим управленческие кадры, да, и для работы с молодыми педагогами. Она программа называется «Оранжевая перемена». Программа в основном, она практикоориентированная, то есть там в основном мы ведем это руководители, методисты, и мы готовим наших учителей, действительно, чтобы они легко адаптировались, остались в нашей системе и легко было им работать. Если в городе еще как-то более-менее все понятно, как в районе обстоит ситуация сегодня с кадрами? Ну, в районе в основном таких проблем нет, в основном как решается. Есть учителя, которые, например, берут несколько школ, которые из ближайших, например, есть и ездят, например. Также существует у нас программа «Федеральный земский учитель», то есть мы тоже там заявляемся, приглашаем учителей даже из других регионов Российской Федерации, и если есть желающие такие учителя, мы их принимаем, и государство им дает миллион рублей для решения именно жилищных вопросов. Если вернуться к строительству школ, строительство новой школы – это хорошо, это прекрасно, но у нас есть еще старый фонд школ. Как с этим, какая работа проводится, ремонт школ, какая была работа в этом году проделана? Ну, если смотреть этот год, 22-й год уходящий, очень хорошие были вливания, и мы по нескольким программам получали средства. Самое главное, основное и где было большое средство – это федеральная программа с софинансированием из республики программы капитального ремонта школ. По этой программе мы отремонтировали 5 школ, 6 зданий. Это 26-я, 28-я школа, то есть, вернее, 6 школ, 7 зданий мы отремонтировали. 28-я школа, 26-я школа и центр «Надежда» с двумя зданиями мы в городе отремонтировали. В селе это Красноключинская школа, Верхночелнинская школа и Карамалинская школа. Здесь не только отремонтировали здания, но и были определенные средства для покупки и обновления материально-технической базы. Кроме этого, благодаря поддержке президента Республики Татарстана Штану Альчимина Ханва мы отремонтировали 34-ю Чувашскую гимназию, полностью там с оборудованием и благоустройством территории. Кроме этого, у нас существует республиканская программа капремонта пищеблоков. По нему мы тоже отремонтировали 4 школы. Плюс у нас есть программа «Федеральная точка роста». По этой программе мы тоже отремонтировали в трех школах кабинеты химии и физики. Здесь хотел бы еще напомнить, что у нас еще промышленные предприятия очень активно помогают. Например, только благодаря грантам Татнефти мы отремонтировали санузлы в 20-й школе. Там чуть больше 21 миллиона рублей. Кровлю отремонтировали в 8-й школе. Кроме программы поддержки школ Сибура, тоже в школах Камских Полян были отремонтированы химические классы. То есть мы там будем открывать Сибур-классы химическим уклоном. То есть вот таких острых проблем с ремонтом у нас нет в городе, которые нужно закрывать? Ну, сколько бы в Ливане ни было, все равно их не хватает. Охота, конечно, больше. Есть проблемные участки, мы их знаем и планомерно в этом направлении работаем. Вот на 23-й год уже предварительно мы уже начали ремонт второй татарской гимназии, именно Бак-Юр-Манчи. Тоже давно это здание ждало ремонта. И от родителей было очень много обращений. Опять спасибо президенту и исполкому города, главе, действительно, депутатам. Этот вопрос мы решили и идет там ремонт. Конечно же, вот еще одна такая школа, проблема это 19-я школа была там. Вот именно тоже благодаря президенту мы там начинаем ремонт. И, конечно же, ждем по федеральной программе. Тоже у нас планируются две школы в этом направлении. И, конечно же, по-другим, это пищеблоки, точка роста. Поэтому мы тоже двигаемся. И в этом году тоже мы начнем ремонт. И я пока их не буду называть. Вот в начале года мы анонсируем эти школы, где мы начнем ремонт. Анатолий Архимович, вот вы сказали про Центр Надежды. Это уникальный центр вообще не только в Нижнекамске, в Республике, в России. А отремонтировали капитально два блока, вплоть до оборудования, столовой, все. Как он сейчас, в какой он готовности встречать детей? Вот немножко про это нам расскажите. Потому что не многие знают вообще. Центр Надежды, мы уже его открыли. Она уже функционирует. Уникальный центр. Действительно, это садик, школа плюс центр реабилитации. Она единственная, можно сказать, по всей России. И она очень востребована. И, конечно же, большое спасибо директору, идеенному вдохновителю Нины Федоровны Бухановой за это. Это действительно учреждение, коллектив очень сильный. И даже из других городов, районов приезжают туда дети учиться и получать реабилитацию. То есть он сейчас абсолютно новый, современный? Да. Но вообще учителя, в принципе, можно сказать, из школы, они очень активно участвуют в жизни города, да? Да. Даже если брать как базовые площадки, в школах проводятся какие-то встречи, да? Те же самые встречи с жителями микрорайонов. Насколько вы вообще оцениваете важность вот именно учителей, родителей в жизни города? Вот чтобы не каждый сам по себе, да? Ну, если смотреть глобально, вообще в руках учителя это будущее нашей страны. И мы это должны понимать. Мы очень всегда любим ругать учителей, почему так, почему всяк там. Но мы должны понимать, учителя это такие же люди. Мир меняется, значит, меняются и учителя. И из призмы мира надо смотреть на наших учителей, и надо быть благодарным нашим учителям, что они действительно вкладывают наших детей. И мы же не спрашиваем, например, у стоматолога, вот тебе 30 детей, дай нам шикарный результат в течение часа по этим 30 детям. То есть это очень большой и тяжелый труд. И мое пожелание, чтобы все-таки родители и общество понимало это и всячески помогало нашим учителям. И мы очень активны во всех общественных делах города. Мы участвуем без системы образования, ничего не происходит. И я бы хотел еще раз поблагодарить коллективы наших школ, руководителей, учителей, детей в первую очередь и родителей, которые поддерживают. И только благодаря слаженной командной работе мы получим хорошее будущее. А если все-таки говорить о проблемах системы образования, на ваш взгляд, в чем сегодня самая главная проблема? Может быть, не проблема, а какой-то вопрос, который хотелось бы решить? Ну, я бы здесь хотел сказать, что мы все-таки в системе образования один из лидирующих в республике Татарстан. Татарстан у нас лидер по всей России. И это и результаты ОВЕГ, и это олимпиадные движения, это воспитательные движения. Но в то же время мы не должны быть идеалистами. Есть вопросы, которых надо решать. Вот первый вопрос, который мы с вами обсуждали, это все-таки кадровый вопрос. И нам самим этим вопросом надо заниматься. В связи с этим мы уже начали открывать психологи-педагогические классы. Мы уже со школьницами смотрим самых таких активных детей и рекомендуем им идти в педагогику. И тем более на сегодняшний день, я бы не сказал, и по финансам более-менее уже лучшие мы среднюю зарплату получаем по экономике. Это вот кадровый вопрос. И второй, конечно же, также с вами мы обсуждали, это материально-техническая обеспеченность, состояние наших школ. Все-таки хочется, чтобы наши дети учились в самых лучших условиях. И мы должны им дать именно самые высокие стандарты. И тогда мы, только давая такие высокие стандарты окружающего, высокие стандарты образования, наши выпускники будут самые успешными и самые лучшие. Вы сейчас сказали про то, на каком уровне система образования в принципе Татарстана. Последние громкие победы Нижнекамской системы образования, конкурсы, победы. Вот прям чем вы гордитесь? Их очень много. Вот самое главное, я бы хотел отметить, что в этом году, вот, например, мы в ноябре провели спартакиаду кадетов, среди кадетов Приволжского федерального округа. Были гости из четырех регионов по Волжье. Это кадеты. Были федеральные гости. И на высоком уровне мы его привели. И наши дети достойно заняли третье место. Это очень хороший результат. Плюс по Олимпиадам у нас восемь призеров победителей России. Чуть более девяносто там победителей региона и республики Татарстан. То есть таких наград мы почти каждую неделю получаем. Не хочу обидеть кого-то. Там кого-то назвали. Да, здесь им гордиться. Но за этими победами всегда стоит колоссальный труд. Это опять труд педагога, труд самого ученика и, конечно, поддержка родителей. Вот если вот это все сложится, то действительно мы получим хороший результат. И мы всегда любим хвалиться этими результатами. Я бы здесь хотел сказать то, что это важно. Но в первую очередь мы должны воспитывать людей. И действительно, если наши ребята будут патриотами своей страны, будут любить свою семью, свой город, свою республику, свою страну, и независимо от где бы они ни находились, будут во главу угла держать вот эти мысли и работать во благо всего этого, то у нас будет хорошее будущее. Именно система образования Нижнекамская зародила, может быть, если так можно назвать, у нас есть такой совет отцов. Да, есть такой. Именно не дошкольное учреждение. Вот именно система образования. Ну, то есть откуда, как и насколько себя уже оправдали. Ведь они уже работают больше 10 лет, если я не ошибаюсь. Я вас поправлю. В этом году 20-летие Совета отцов. Очень активная общественная организация. Наши папы очень активны. Мы проводим в течение года спортакиады. И что немаловажно, это не только среди отцов. Всегда в командных соревнованиях участвуют папа и сын, например. Да, папа, ребенок. Кроме этого, конечно же, во всех общественных делах самые активисты нашей папы. Это субботник, это уборка снега, это вот поздравь, например, с Новым годом, там, ребят. И, конечно же, даже контрольный орган, даже они контролируют питание наших детей. Они у нас самые активные. Не для галочки. Нет, нет, не для галочки. Вообще у нас и Совет отцов, и родительский комитет самый активный. У нас даже председатель родительского комитета города входит в Совет, Родительский Совет Республики. И она там является заместителем председателя Совета Родителей Республики Татарстан. То есть там не зря их так назначают. Действительно, они активные. Они нам помогают. Они нам подсказывают, куда, как смотреть и как двигаться. И мы в сотрудничестве с ними работаем, в союзе. Я думаю, это вот именно хороший тандем. Потому что они слышат нас, мы слышим их. И я думаю, это даст хорошие плоды. Впереди третья, четвертая четверть. Наверное, самый сложный для школьников, потому что у нас будет ОГЭ и ЕГЭ. Как результаты прошлого года? Какие ожидания от нынешнего года? Может быть, что-то поменялось в этой системе? Ну, система, она всегда в движении, я бы сказал. Но все равно, то есть, в первую очередь, я бы хотел и учителям, и детям, и родителям, сходил бы не бояться этого. Это потому что дети получают здания. Если они системно получали, системно ходили, занимались, то они спокойно сдадут ОГЭ и ЕГЭ. И у нас и хороший результат, и по высокобальникам, и стобальникам. И дети наши конкурентспособные, они поступают в ведущие вузы, не только Татарстана, но и Российской Федерации. И мое пожелание всегда не бояться. Все-таки, что такое экзамен? Это просто удар, который нам надо выдержать, и это просто надо воспринимать как следующая ступенка для развития. Желаю, чтобы все-таки подготовились хорошо, и все-таки обучение и воспитание все-таки приносило пользу. Мы всегда образование воспринимаем как что-то тяжелое. И вот надо все-таки нам вот это отношение поменять. Образование должно приносить пользу, удовольствие. И когда ребенок будет учиться в удовольствии, действительно у нас многое поменяется. То есть и стрессов мало будет, и результат еще усилится. Конечно, это системная работа. Нам и учителям надо меняться, и нам надо, руководству надо меняться, и родителям надо по-другому смотреть. И, конечно, мы в первую очередь для детей должны создавать ситуации успеха. И вот когда шаг за шагом у детей будет больше успеха, то и результат будет хороший. Современный учитель это? Вот сегодня. Какой? Да, какой? Он разный. То есть они разные, лично как личности. Но в первую очередь мы думаем о других людях. В первую очередь мы думаем о детях. И для нас нету чужих детей. И вот иногда, я не скажу 100%, но большинство учителей даже своих детей не видят. И в первую очередь мы волнуемся даже о чужих детях больше, чем о своих. Как правило, так всегда бывает. Это бесконечные тетради у учителей, бесконечные планы. Школы у нас работают не только, получается, осенью, у нас летом. В каникулы активная работа тоже проводится. Это вот как организовывается досуг детей, на что ставится акцент, может быть, какие-то выездные экскурсии. То есть учителя ведь и в каникулы, в принципе, работают? Да, если мы берем каникулы, то в первую очередь мы всегда говорим приятно и с пользой про каникулы. У нас осенние каникулы и, например, летние каникулы работает пришкольный лагерь. Это, конечно же, работа других лагерей. Это разного рода направления. Вот, например, на зимних каникулах мы запланировали разные выезды, игры на свежем воздухе. Это прогулки на лыжах. Также для желающих мы организовываем для выпускников, в первую очередь, это подметов к экзаменам, если дети придут. И школы у нас по исказящему графику учителя будут работать. То есть в основном для досуга детей у нас все это организовано. Адар Химеевич, учителя это еще самые главные защитники детства, защитники детей. Семьи бывают разные, к сожалению. Как вот эта работа у нас проводится в Нижнекамске? Бывают ли вот такие случаи, в которые приходится вмешиваться? Да, у нас уже начиная с осени идет работа быта. То есть мы знакомимся с семьями, знакомимся с условиями, которые созданы для детей. И мы встречаемся с родителями. И есть, конечно, семьи, где действительно требуется вмешательство защитников детей. Мы, конечно, через воспитательный отдел, через комиссию по делам несовершеннолетних работаем, привлекаем и полицию. У вас рейды постоянно? Да, рейды бывают. И врачей привлекаем, и психологов привлекаем. Наша же задача же не отобрать этого ребенка. Наша задача помочь родителям, чтобы все-таки они правильно воспитали наших детей, чтобы дети получили самое лучшее, самое лучшее образование, самое лучшее воспитание. И вот за этим мы следим. Конечно же, это большой труд. И все-таки, вот особенно на эти новогодние каникулы, я вот пожелал бы, все-таки это семейный праздник, чтобы родители побольше были со своими детьми, побольше общались, без гаджетов, больше бы провели время на свежем воздухе. И на сегодняшний день мир так активный, что мы даже своих дедушек, бабушек не видим. Если вот живы-здоровы дедушки и бабушки, вот просьба, чтобы они съездили, поведали своих бабушек, дедушек, потому что это очень важно, связь поколений. И вот именно бабушки и дедушки дают то традиции, преемственность, традиции нашего народа, да, как относиться к взрослым. То есть это вот в основном даже через них, не через родителей проходит. И вот просьба, чтобы все-таки вот это было. Я вот себе желаю и другим желаю. И надеемся, что после каникул все с хорошим настроением, отдохнувшимся, мы встретимся на начало третьей четверти. Огромное спасибо вам за пожелания, за интервью. Ну, а я еще раз напомню, что это была программа «Тема дня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин